За время своего существования компания Monolith не сделала ни одного плохого шутера. На счету разработчиков такие замечательные игры, как No One Lives Forever, Alien vs Predator и Condemned. А их Fear, вышедшая в 2005 году, стала практически лучшим хоррор-экшеном на PC за долгое время. Трагическая история мёртвой девочки Альмы, которая преследовала главного героя игры, надолго врезалась в память геймеров. События второй части продолжают историю оригинальной игры. Большой взрыв, который стёр с лица земли городок и штаб-квартиру Армахема, оказался лишь началом нового кошмара. Очень злая мёртвая девочка Альма всё-таки вырвалась из заточения и теперь угрожает всему живому. Ты играешь за одного из солдат элитного армейского спецназа, которого отрядили на поимку Женевьевы Аристит. Именно она, как ты помнишь, заварила всю эту кашу, экспериментируя с телекинезом, телепатией и солдатами-клонами. Не успевает главный герой высадиться из броневика, так у него начинаются жуткие галлюцинации, которые будут преследовать его до самого финала. Мёртвая девочка появляется в самых неожиданных местах, герои посещают страшные видения. В общем, всё, как мы привыкли. Но безвредные поначалу галлюцинации — только половина проблемы. Кроме них, нашему герою придётся столкнуться со вполне реальными противниками. В роли пушечного мяса выступают не только уже знакомые нам солдаты-клоны, но и спецназ Армахема. Компания отрядила его подчистить следы, чтобы правительственные войска не нашли доказательств их бесчеловечных экспериментов. Спецназ Армахема жесток и уничтожает всех подряд. Нашего героя тоже постоянно пытаются отправить на тот свет, но он всячески сопротивляется. Как и в прошлой части, твоё основное преимущество над противником — способность в любой момент замедлить ход времени. Bullet Time сделан не только для красоты, чтобы полюбоваться, как красиво пули врезаются в тушки врагов. Главное, что в этом режиме удобнее всего расправляться с превосходящими силами противника. Причём в Fear 2 эта способность нужна даже больше, чем в оригинале. Враги нападают отрядами и не гнушаются использовать тяжёлое вооружение. При этом злодеи ещё и умные. Как и раньше, они умеют обходить с тыла, метко кидают гранаты и умело прячутся. И хотя жарких перестрелок здесь намного больше, чем в оригинале, перед нами в первую очередь всё-таки триллер. Причём в некоторых местах разработчики пугают так виртуозно, что волосы на голове шевелятся. К оторванным конечностям, рекам крови и отрубленным головам ещё привыкнуть можно. Но когда неожиданно гаснет свет и вокруг начинает с грохотом летать мебель, становится не до смеха. Кроме того, Альма снова возникает крайне неожиданно. То и дело хватает главного героя за горло и пугает одним своим видом. Если играть ночью с выключенным светом, то можно испытать такой приступ животного страха, какой вызовет не каждый фильм ужасов. В отличие от первой части, разработчики старательно поработали над уровнями. Теперь нам не придётся бродить по серым зданиям заводов и мёртвым офисам. Побывать предстоит и в разрушенном городе, и в секретных лабораториях Армахема, и в жутковатой школе, и в здешнем метро. Разработчики снова придумали интригующую историю. Так что, если хочешь понять все детали сюжета, не ленись внимательно обыскивать уровни в поисках документов. В многочисленных секретных отчётах, докладах, записях переговоров и личной переписке кроется вся изюминка истории. Студия Monolith вновь продемонстрировала, что они знают толк в шутерах. Fear 2 Project Origin — это первоклассный экшен, который ни в чём не уступает первой части игры. Мы не покривим душой, если назовём Fear 2 лучшим шутером зимнего сезона. Продолжение следует...